итак здравствуйте дорогие друзья с вами снова медико фитнес и ведущий кравцев сергей сегодня у нас в гостях сергей роман победитель мэнс физик на конкурсе наба 2016 года мы узнаем о нем всю правду и даже немножечко здравствуй сергей в общем представь традиции расскажи о своих титулах какие-то заслуги в спорте меня зовут романов сергей занимались бодибилдингом уже несколько лет четыре года достаточно серьезные последние три года занимаюсь только с тренером титул начал выступать с прошлого года в казани занял второе место в категории атлетический фитнес в пензе занял пятое место тоже в категории атлетический фитнес это был прошлый год попробовал свои силы силу на чемпионате мира варшаве но к сожалению там не вошел в шестерку была очень сильная конкуренция ну по крайней мере мне это мотивировало активно готовиться в последующем на чемпионаты в которых я участвовал в этом году в этом году форма она у меня была безусловно гораздо лучше чем в прошлом и в общем-то это и доказал участвовать в соревнованиях участвовал в двух категориях мансфизик и атлетический фитнес в частности старт начал с пензе там занял шестое место в атлетическом фитнесе это был для меня проходной турнир поэтому мы по сути была тренировка некая вот а далее я выступал в Италии на Сардинии чемпионат Франко Коломбо это известная личность друг Арнольд Шуацнеггера и наши итальянские друзья проводили чемпионат который был интернациональный и приезжали спортсмены известные со всего мира было достаточно интересно соревноваться потому что там уже были действующие чемпионы и чемпионы предыдущих лет выступил достаточно очень хорошо в категории атлетический фитнес занял третье место в категории мансфизик выиграл первое место в своей ростовой категории и далее выиграл абсолютную категорию там было три так сказать под категории данной номинации далее готовился к Самаре 21 мая выступил на объединенном чемпионате Россия НАБА и НАК улучшил свои результаты и категории атлетический фитнес занял второе место категории мансфизик занял первое место ну планировал поехать на мир который проходил на Кипре но показало то что три чемпионата это наверное некий предел для моих физических возможностей потому что организм конечно очень здорово устает это когда убираешь сушишься потом опять сливаешься и это достаточно томительно да ну и для непосвященных зрителей я напомню что процесс сушки это не только процесс похудения но и процесс потери воды что в принципе ухудшает достаточно самочувствовать спортсмена серьезно вот то есть это не просто похудеть там на три килограмма и цифры да похвастаться зрителям какие у тебя были цифры вот начало прямо глобального до похудения такого сушки у меня подготовка активная началась она в конце января условно там с первого февраля вот весил я при этом где-то там 92 килограммов то есть в процессе подготовки я вышел на около 100 килограммов и дальше к соревнованиям мы когда подводились там есть определенные весовые критерии формула достаточно простая считается рост минус 100 и плюс 4 в данном случае я мой рост составляет 187 сантиметров минус 100 это 87 плюс 4 я должен весить 91 килограмм соответственно чтобы вписаться в свою категорию вот и в общем-то я с помощью там сушки я достиг данного значения то есть где-то минус ну около 7-8 килограммов достаточно серьезный результат сергей ну и второй вопрос такой интересующий многих многие люди приходя в зал и может быть которые хотят чуть больше заниматься уже ближе к спорту нагрузки себе давать они боятся что у них не хватит времени на то чтобы сочетать бодибилдинг с их работой или там учебой может быть у кого-то вот расскажи у тебя достаточно серьезный пост ты занимаешь и я думаю то что трудишься немало вот у тебя как это все получается совмещать ну это уже образ жизни вот без тренировок я уже не представляю свою жизнь вот у меня всегда четыре силовые тренировки в неделю вот и если я хоть одну пропущу то я как-то чувствую себя как не в своей тарелке вот поэтому ну практически никогда не пропуская вот оно когда ты тренируешься в обычном режиме то это для тебя это не проблема соревновательный режим это немножко другое потому что ты сидишь на безуглеводной диете и по сути как бы организм испытывает очень сильные перегрузки и недостаток энергии то есть это дает тебе возможность сказать ну убрать лишний жир вот чтобы показать максимальный рельеф и сепарацию мышц то есть есть такое понятие вот и в этот период когда уже углеводы практически приближаются к нулю естественно это самый тяжелый период спортсмена в его подготовке ну для меня конкретно тяжело в том то что еще нужно работать безусловно чтобы управлять компанией в которой я работаю принимать какие-то постоянные управленческие решения после работы ехать в зал и в общем-то выдавать необходимый результат поэтому конечно вот это вот время оно безусловно для меня было самое тяжелое но мотивирует то что я прошел данный путь сейчас я уже на обычном питании и я понимаю то что пройдя такие сложности это делает просто меня сильнее и уже просто ну ничего не боишься даже понимаешь то что лучше уже позади разве нам такой миф еще многие из наших зрителей пишут мне и думают то что профессиональные культуристы они часа по четыре проводят за на тренировках то есть так ли это и сколько времени ты занимаешься я не знаю что можно делать четыре часа на тренировке потому что у меня мой тренировочный режим разбит на четыре силовые тренировки в неделю за эти тренировки и тренируясь где-то в среднем полтора часа я успеваю сделать себе группу мышц в необходимом режиме в том чтобы нагрузить мышцу таким образом чтобы дальше она восстанавливалась ну по сути росла вот при этом она травмируется дальше когда в процессе восстановления мышца начинает немножко расти насколько я знаю так это работает поэтому для меня с учетом разминки тренировка занимает чуть меньше двух часов то есть разминаюсь я около 20 минут то есть это бег и растяжка далее около полтора часа тренировка ну то есть четыре часа то есть я считаю это ну если возможно у кого-то спортсмена то есть две тренировки в день это первое там допустим кардио вторая силовая это возможно ну в общем-то у кого какие цели в основном то есть это безусловно полтора часа в день и четыре тренировки в общем-то практически любому человеку достаточно для того чтобы и выглядеть хорошо и приготовиться к соревнованиям ну то есть это и на массе и на сушке у тебя примерно находит полтора часа получается ну вот в общем-то дорогие друзья достаточно немного никаких и четыре часа это я так озвучиваю и пишут иногда вот ну так ну сколько времени подготовка заняла к твоим соревнованиям еще раз озвучи если не сложно прям вот сама сушка сама вот прям вот подводка ну мы начали готовиться за четыре месяца и подводка была достаточно плавная то есть мы с каждой недели по чуть-чуть убавляли углеводы и заменяли то есть и белком вот поэтому изначально вот где-то у меня было около 500 грамм углеводов к соревнованиям за 3-4 недели их уже стало 200 потом 100 потом 80 грамм а белка увеличилось где-то до килограмма килограмм и сто это я имею ввиду чистое мясо плюс овощи замечательно скажи пользуешься ли ты консультации врачей может быть посещаешь какие-то процедуры во время подготовки или наоборот набора ну слава богу не пользуюсь практически никакими консультациями потому что бодибилдинг если заниматься правильно это тот спорт который позволяет сохранить здоровье если у человека слабое здоровье его восстановить вот но естественно то что если это проходит правильно и под присмотром грамотного тренера вот поэтому я к врачам не обращаюсь вот оно постоянно пользует услугу массажиста профессионализма потому что все равно мышца забивается и в некоторых местах нужно немножко восстанавливать за счет массажа замечательно скажи вот по поводу позирования оно достаточно у тебя классное такое было всем запомнилось ты сам его ставил или может быть тебе кто-то помогал как это происходило я занимаюсь тренером Алексеем Шайкиным он мне ставит позирование и в общем-то непроизвольную программу тоже он мне поставил то есть он ставил и менсфизик позирование и по классике да а вот смотри какое позирование ты бы выделил какое легче, какое тяжелее в чем ну получилось так то что менсфизик я начал в этом году только выступать и мы его освоили буквально за один вечер когда были в Италии когда итальянские коллеги предложили мне участвовать в двух категориях в принципе там достаточно ничего сложного нету я бы сказал то что если сравнить с атлетическим фитнесом либо с флотическим бодибилдингом оно попроще в том то что там меньше обязательных элементов которые нужно показывать при сравнении так с этим разобрались какие впечатления расскажи пожалуйста у тебя от соревнований может быть ты что-то выделил что-то понравилось что-то не понравилось может быть спортсмены какие-то ты увидел и запомнились тебе ну вот когда я выступал в Италии соревнования были достаточно очень интересные и в плане подготовки в плане спортсменов которые там участвовали то есть было много иностранных спортсменов с разных стран я бы там выделил спортсмены которые сейчас выигрывают практически все чемпионаты в классическом бодибилдинге это Питера Молнера я там с ним познакомился жалко там руку вот когда там мы стояли и куками это все есть фотография вот дальше вот слежу за этим спортсменом то есть великолепная генетика и человек вот я удивился насколько он стрессоустойчивый когда люди там они как-то некоторые ноги нервничали он лег посреди коридора поспал потом встал как у девчон не бывало выступил и выиграл свою категорию скажи а вы не общались? может быть он тоже профессионально занимается только бодибилдингом или может быть он человеке другим занимается в жизни? не знаешь? я общался очень мало потому что к сожалению английский я только сейчас его изучаю на этом языковой барьеру не словно присутствует далее вот на наших соревнованиях в тех категориях в которых я участвовал тоже присутствуют достаточно сильные спортсмены не только в Самаре но и в других городах особенно вот в той категории в которой я занял второе место это атлетический фитнес то есть ребята были очень сильные и особенно самарские спортсмены то есть вот Паша который занял первое место реально он был в очень крутой форме и производная программа у него была достаточно впечатляющая и форма тоже у него была очень хорошая еще хотел бы здесь выделить известного самарского спортсмена Андрея Чемзинского он мог бы выступить лучше безусловно но видимо чуть-чуть не дослился поэтому форму он не показал тук на который был способен я думаю в следующем году он наверстает упущенный и мы еще его увидим на первых местах в общем-то данной категории это девочка из Казани была то есть очень хорошая которая заняла первое место она кстати дальше участвовала на чемпионате мира на Кипре и там тоже в своей категории она заняла первое место молодец конечно здорово скажи пожалуйста а как получилось так что ты вообще попал в Наба почему не в Наба ну изначально когда я планировал выступать я в общем-то не пошел в ИГБ но дальше когда начал выяснять что там как происходит я выяснил то что можно выступать в пределах нашего региона или каких-то там ближайших но дальше как-то там намер или какие-то более серьезные соревнования пробиться невозможно и в данной в общем-то федерации то есть деньги решает очень многое вот а я ну человек который в общем-то ну за свободный спор и понятно то что можно пойти там какой-то кубок купить мне это не интересно я хочу эти кубки своим трудом захотелывать а не своими финансовыми возможностями и дальше когда я начал эту тему изучать я познакомился с Алексеем Шайкиным и принял решение в общем-то поступать в федерацию Наба и федерацию НАГ которые не менее известны чем Биби представлены спортсменами со всего мира и я получил возможность выступать не только в городах нашей Родины но и в общем-то участок международных соревнований что в общем-то и сделал в прошлом году слушай вот я тут немного делал выпуски о разнице ФББ и Набы в общем насколько я заметил вот так ли это получается то что если мы в Европе и за границей будем их сравнивать они такие достаточно равны но здесь зачастую особенно когда речь идет о региональных каких-то соревнованиях ну бывает что НАГ с Набы похуже устраивает вообще помещение получается и общий там уровень спортсменов а как бы в Европе этой разницы нет вот так ли это действительно ли за границей так скажем уровень повыше я бы сказал то что есть сравнить вообще вот ну насколько представлены представлены больше или меньше эти федерации в Европе или в России безусловно и ФББ она более раскручена в России чем Набы или Нак вот и проводятся соревнования как бы на федеральных уровнях достаточно давно и там естественно достаточно качественные очень хорошие спортсмены это ну безусловно они здесь лидеры но если взять допустим Европу то в Европе ФББ менее раскручена там в общем-то эти федерации Набы и Нак которые изначально они вообще бодибилдинг начался со федерации Набы вот и Арнольд Шластнеггер все пионеры бодибилдинга вступали за данную федерацию вот и через какое-то время только появились другие там другие федерации вот поэтому если брать Европу то в общем-то это ну не так то есть то есть там вот эти федерации они более раскручены что касается вот международных соревнований на которых я участвовал и если взять вот тот мероприятие если взять чемпионат который проводился в Самаре 21 мая то я думаю он даже был повыше чем чемпионаты которые проводятся даже мировые потому что при подготовке данного мероприятия мы использовали тот опыт который получили когда присутствовали на международных соревнованиях ну были шоу и многое другое то что мы так сказать принесли в данное мероприятие ну это дело для того чтобы зрителям было интересно посмотреть не только чемпионат но и в общем тоже хорошо провести время скажи пожалуйста а как вообще ты пришел именно к бодибилдингу всегда с детства хотел выглядеть красиво наверное как и многие то есть мальчишки вот и искал возможность занимался многим спортом там и каратэ занимался и футболом и боксом и чем только не занимался но с возрастом начал понимать то что чтобы стать здоровым и красивым мне поможет только возьмите вот может быть были у тебя какие-то кумиры в детстве кто-то нравился из актеров Ван Дамм там Шварценеггер я думаю наверное как эти кумиры как и в общем-то многих практически всех россиян и Ван Дамм и Шварценеггер и Сталлоне и многие другие голливудские актеры которые мы с удовольствием смотрели в этих боевиках здорово это я знаешь недавно почувствовал что я старею тренировал мальчика там лет 15 и мы говорим ну будешь как же он вот вам дома ну как говорится у каждого поколения свои кумиры поэтому так иногда ничего не нужно посмотреть узнать смотри не думал ли поучаствовать в соревнованиях силового спорта пау-лифтинг пау-спорт сейчас набирает ну во-первых как бы я буду еще долго развиваться в том виде спорта в котором я выбрал бодибилдинг в общем нет предела совершенства вот чтобы разрываться на два вида спорта я думаю это невозможно потому что не там не достигнешь результатов не там а второй вопрос я считаю то что все таки классический бодибилдинг вот с его там тренировками его отношения на здоровье он все таки более полезен для организма гораздо чем такие виды спорта как пау-лифтинг либо когда ну нужно тяжелая атлетика ну и тяжелая атлетика и еще сейчас пау-спорт а потом есть этот силовой экстрим о том что еще даже не знаю то есть они связаны вот эти спорты именно с рывками и поднятием то есть тяжести то есть ну на раз что очень вредно для суставов или позвоночника здесь бодибилдинг такого нет то есть работаешь с тяжестями и можешь работать достаточно большими но упражнения делать достаточно плавно вот что сохраняет и суставы и связки и позвоночник и далее если допустим тебе какие-то упражнения противопоказанные может быть там из-за поясницы или из-за спины ты их можешь легко заменить на тренажерах и получить ту же нагрузить те же мышцы но без проблем для здоровья думаю как медик у меня прекрасно так же как тренер да прекрасно понимаешь конечно так ну в общем о планах на будущее хотелось бы узнать у тебя может быть там в спорте или просто в жизни ну в спорте это выиграть мир это мой план на ближайшее будущее поэтому прошли те соревновательные сезоны в которых я сейчас участвую прошел достаточно очень хорошо я практически сразу начну подготовку к следующему году и планирую в общем-то уже следующей весной участвовать на соревнованиях только ну мирового формата то есть там будет чемпионат Европы по направлению ВФ потом чемпионат мира будет и сейчас веду переговоры возможно буду участвовать в чемпионате мира по ВПФ то есть есть такие федерации достаточно популярные известные где выступают известные спортсмены в том числе спортсменов которые я беру пример и получается как в ВВП такого запрета нет то есть ты можешь выступить в одно в другое здесь может быть они не такие друзья но по крайней мере они перед спортсменами не ставят каких-то загранительных мер то есть ты можешь участвовать в любой федерации а самое главное чтобы твоя форма соответствовала на том уровне той категории в которой ты заявляешься скажи пожалуйста вот вообще как давно ты начал заниматься спортом подробнее может быть совсем с детства с 7 лет уже что-то занимался как у тебя это получилось ну с детства родители всегда меня водили на спорт занимался филтованием несколько лет даже участвовал в соревнованиях там бассейн футбол флитбол кротэ бокс ну практически многие виды спорта которые есть они популярны я ими занимался с детства всю жизнь поэтому спорт будет сложным я люблю в том числе и подвижные виды спорта здорово здорово а у них круто это тоже но я был инфектором занимался мячом как бы локомотиве то есть у нас была очень хорошая школа сейчас я правда не знаю но по крайней мере раньше там была хорошая школа с хорошими тренировками круто круто достаточно редкое такое направление я бы сказал ну смотри вот еще ты запомнился публике как не только ну достаточно удачный спортсмен но мне все говорили это очень стильный парень всем понравился общий образ который ты передал как на сцене так и просто когда люди тебя видели в костюме ты прям сразу выделялся на фоне того в чем секрет у тебя собственно стильность ты сам там как ты это изучаешь как так ну здесь секрета нет никаких стилистов тоже нет просто нравится сочетать вещи и если там ты покупаешь брюки то они должны сочетаться с рубашкой если ты покупаешь рубашку то она должна сочетаться с галстуком какие то есть простые правила которым ты следуешь при выборе одежды ну и самое главное если человек он обладает ну хорошей спортивной фигурой то и одежда сшит такой фигуры то он уже будет смотреться здорово а если эта одежда она подобрана в тон туфлим там часам не знаю вот ну мелочи тоже имеет значение вот для мужчин ну практически нет украшений у него есть красивая обувь самое главное чистое красивые часы остальное все в общем то детали ну что было надо выглядеть опрятно чистое и со вкусом одеваться со вкусом то есть это значит ну для меня это значит просто там вещи должны сочетаться между собой и быть шит по фигуре сидеть главное сидеть так такое вот врожденное чувство на вкусом у Сергея ну это здорово на самом деле все думали что стилисты честно мы проводили опрос там люди тоже писали ну я часто ездил в Италию потому что Италия после России конечно это моя любимая страна вот и мне нравится чувство стиля у итальянцев вот они это я думаю это врожденное однозначно они одеваются даже просто тусить пообщаться с друзьями костюмы рубашки брюки классические то есть это джинсы классические рубашки все эти вещи великолепно сочетаются при той еде которую кушат итальянцы практически многие мужчины они выглядят свежими подтянутыми и при том еще хорошо одеваются поэтому ездили то есть тоже смотришь обращаешь внимание как люди одеваются и там в общем-то одежду покупаешь основном ну сильно там развит бодибилдинг в Италии как у нас у них это не стрим или это все-таки так фон будет Итальянская сборная достаточно сильно по бодибилдингу то есть не на чемпионате они регулярно выступают то есть там проводят чемпионат поэтому итальянцы они как нация достаточно спортивные и следят за собой как мужчины так и женщины может быть какое-то пожелание для зрителей медикал фитнес на прощание там фитнесом заниматься к решению пожелание быть здоровыми и красивыми и заниматься собой тренироваться регулярно неправильно питаться ясно с нами был Сергей Романов удачливый бизнесмен и неплохой да и самый замечательный у нас в Самаре культурист спасибо тебе спасибо